книга открытым оком тема старообрядцы том 12 вопрос 2620 старообрядцы везде такие некоммуникабельные или за граница не помягче отвечает игнатий тихонович лапкин тупое чванство и дикий снобизнь вы еретики переходите к нам в этом вся их трехсотлетняя проповедь они дробятся как никто в мире только в россии их уже более 50 толков течений они ни в чем не могут уступить друг другу легко идут на подделки уже написанного и самый страшный грех они отвергли библию на русском языке в синодальном переводе объявляя ее вредной и поносят скверными словами думаю что они близки к тому что почти хулят духа святого у них везде свирепость и тупое упрямство почему бы со всего мира не собрать их грамотеев как мельников ф.е. и не попытаться перевести на великорусский язык библию но они боятся даже такой мысли им нужна тюрьма это их природа григорий граби говорит что касается ссор то боюсь что григорий граби говорит что касается ссор то боюсь что это есть последствия революции мне кажется что как некий григорий граби говорит что касается ссор то боюсь что это есть последствия революции мне кажется что как некий первородный грех дух революции сидит в русских людях дух этот заключается больше всего в зависти и в осуждении отсюда наши приходские скорби я очень чувствителен проявлением него обновленчество потому что она фактически существует не только в сергеанстве но и за границей относительно вашего письма митрополиту далеко не во всем могу я с вами согласиться хотя от всей души сочувствую вашей основной цели защите старообрядцев и так секундочку относительно вашего письма митрополиту далеко не во всем могу я с вами согласиться хотя от всей души сочувствую вашей основной цели защите старообрядцев и примирению с ними совершенно искренне несколько лет тому назад когда их священники в сша приглашали меня стать их митрополитом я писал им что кроме нашей непорочной зарубежной церкви больше всего я имею симпатии к ним конечно они нам ближе чем евлагиане или американская митрополия но нельзя защищая старообрядцев впадать в осуждение не отдельных лиц от церкви православной непорочной невесты христовой это именно и есть тот грех из-за которого произошла трагедия раскола в русской церкви старообрядцы не удержались на отвержение патриарха никона а перешли к отвержению церкви при этом никак нельзя рисовать старообрядцев какими-то кроткими овечками лучший из возглавителей старообрядчества протопоп Аввакум в своем замечательном дневнике откровенно пишет что была бы его власть он бы в кавычках борзова кобеля никона и всех его сторонников далее цитата переполосовал бы как собак век был грубый и жестокий вы правы что преследование старообрядцев подорвало благочестие на Руси но в этом виноваты обе стороны вернее личности на обеих сторонах а где в то время была непорочная церковь как это часто бывает в особо смутные церковные времена это было не ясно тогда как не ясно теперь в церкви патриарх константинопольский или нет в церкви московские архиереи или нет это тоже не ясно с кем была тогда церковь с протопопом Аввакумом мечтающим переполосовать патриарха никона конечно нет с патриархом никона думаю что тоже нет патриарх никон проявил слишком много страстности и жестокости хотя суд над ним был конечно неправым но он много дал для него поводов и оснований с тем как пошел в ссылку святой Афанасий Великий там ни ропота ни жалобы беспокойство только о деле православия со старообрядцами надо мириться честь им и слава за то что они в течение веков своего отхода не уклонились от догматов православия не имея священства никогда не впали в протестантские утверждения о ненужности священства но мириться со старообрядцами надо так чтобы никак не оскорбить и не похулить невесту Христову святую церковь в этом деле нужна сугубая любовь терпение и забота конец цитаты далее места священного писания приводим Игнатием Тихоновича Псалом 118 130 стих Откровение слов твоих просвещает вразумляет простых 105 стих Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей 2 послание Петра 1 глава 19 стих и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших второе вторая книга царств 22 глава 29 стих Ты Господи светильник мой Господь просвещает тему мою Псалом 17 29 стих Ты возжигаешь светильник мой Господи Бог мой просвещает тему мою Умение друзей приобретать влиять на подчиненных на начальство Карнеги Ленин Гитлер их легион и рать их слушателям предстоят печали искусство обольщения с той поры как Ева голая себя раскрепостила отведала плодов их смысл еще сокрыт а змей оратор омерзел постылый нам христианам дан пример Христом апостолами их учениками приобретать молитвой и постом а не тереться бритыми щеками святую правду мудро излагать и не кривить душой слезой и в мыслях нигде для пользы дела не солгать над языком будь подлинный епископ и правоверие нигде не искриви врагов сметет от света словно плесень будь проповедником свободы и любви не извивайся и не пои им льстивых песен кто другом иисуса точно стал и библию в начальнике приблизил не вымолвит теперь и слово без Христа не облечется в лицемерии ризы друзья отыщутся приблизиться вплотную не только сотрапезники и дети здесь воздух легкий очищенный вдохнули всегда таких держите на примете любовь и кровь из горницы ведут в томление гефсиманское и в бегство да не испытания с рождения на виду не скроем хитростью запатентуем честно мы ощущали надобность в друзьях в таких в ком чувствование иисуса их верность вечную без клятв и без присяг сыны всевышнего вкусили это чувство 4 февраля 2005 года Игнатий Игнатий Лапкин в их верность Сергей Павлович вы пропустил да последний обзад мы ощущали надобность в друзьях в таких в ком чувствование иисуса в их верность вечную без клятв и без присяг сыны всевышнего вкусили это чувство благодарю под и в 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